Приветствую вас, дорогие зрители, с вами канал Vision Gaming и я решил выпустить видеообзор на игру Hellblade. Дело происходит в Скандинавии, в 790 году нашей эры. Мы играем за главную героиню, по имени Сенуа, которая пришла из Оркнейских островов, архипелага неподалеку от побережья Шотландии. Ее главной целью стало попасть в Hellheim, встретиться с Hell и вернуть своего мужа Делиона к жизни. Также наши главные героини страдают психическим расстройством, слышат множество голосов, которые будут помогать вам на протяжении всей игры. И вы будете видеть различные галлюцинации, будь это осколки ваших воспоминаний, либо видения. На пути своей цели она убивает чудовищ богов и великанов, проходя через различные испытания и головоломки. Как вы поняли, за основой лежит кельтская и скандинавская мифология. Поэтому я думаю, что многим игрокам эта игра будет по вкусу. В плане игрового процесса большая часть составляющей являются труболомки, которые местами заставляют вас поломать голову. Во втором плане диалоги и психологические фильмы, которые будут с вами до конца игры. И сделаны они очень качественно и атмосферно. Будто я и есть тот самый персонаж, который все это переживает. И третья часть это боевая механика в стиле Слэш. Сделана она немного кривовато, состоит из трех элементов. Уклонение плюс удар, парирование плюс удар и замедление плюс удар. В общем ничего сложного и интересного. Но скажу вам больше. Здесь игра пересекается с фильмом Николаса Рефна, Вальгала, Сага о Викинге 2009 года. В которой разработчики не стесняются цитировать кадр Кадру. Также если вы останавливаетесь возле некоторых рун, можно будет услышать краткий пересказ старшей Этли от Друта. Если у вас есть краткий пересказ, который ведет к Хеллу, вы можете найти ее защищенной Гиантецкой. Она будет спросить вам имя. Она будет спросить ваша линейка. Она будет спросить ваша бизнеса. Норфман рассказывает о воориор-вумене Бринхилде, которая лепт в огонь и пострадала к Хеллу, чтобы присоединить ее славой любовью Сигарда. Она будет задержана Гиантецкой. Поэтому советую вам по пути постоянно читать руны. Вы не только узнаете историю, но и сможете открыть основную и секретную концовку этой игры. И самое главное, что мне понравилось, эту игру создавали вместе с учеными, которые изучали шизофрении и другие различные психические расстройства. Каждая головоломка несет в себе частичку безумия главного персонажа. Она пытается найти дверь там, где ее нету, найти ключ самых неожиданных для вас местах. И все это происходит в ее голове. Именно поэтому эта игра получилась настолько атмосферной и завораживающей. Общее время прохождения игры от 6-7 часов, если вы задроны. Однако, если вы любите побегать и полазать, игровой процесс может занять от 8 до 10 часов. Игра получилась достойной, но не лучшей. Поэтому она заслуживает свои 78 баллов из 100. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии по поводу игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!